Здесь дар мне все выступать, сказать свое мнение, что нужно все эти 3-ти голоса. За счет чего будет не освоен пациентный голос? Мы сейчас говорим не об исполнении бюджета, а о внесении изменений. Вот именно, на 21 миллион может быть он... И этими изменениями дефицит не изменяется, он уже утвержден в этом разуме. Данный вопрос не по существу вопросов полезных. А кому нужно? Придите в администрацию, задайте вопросы. Нет, 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 нет. Вот, есть, а мы начальники управления, не надо устраивать здесь... Как это не финн управление, это... Здесь комиссия, вы понимаете ли? Смутная комиссия, спросите! С трех сторон кричать сюда. Руку подняли, попросили... Я попросил, если... Да, пища для, пища для, пища для. Ища для меня. Ища для удачи. Ища для удачи. Да. А мы будем принимать вопрос, повесить. Повесить. Вот тебе повесить вопрос. По существу поведения вопросов есть еще у депутата? Есть в ней выступление в поведении вопросов. Да существует вопрос. То есть депутатов не интересует ничего, да? Ведь 21 миллион... Да, вообще... Петра, нет, ничего... Зачем вы сюда пришли, по-настоящему? Да, я тут не знаю. У вас вопрос, послушайте. Вопрос, да. Задайте вопрос. Ну, наверное, к Светлане Владимировне, может быть, и еще кому-то из присутствующих... Смотрите, в изменениях на 2019 год учтение расхода на оплату взносов на капремонт, на муниципальный жилищный фонд. Это примерно 2 миллиона 600 тысяч рублей. Ну, чуть-чуть будет привлекаться с 2020 годом, да, просто не очень понятно. В 2020 году заложены расходы 2 миллиона рублей, тоже на муниципальный жилищный фонд. То есть, поскольку в реале площадь муниципального жилищного фонда резко уменьшится, а взносы на капремонт, скорее всего, возрастут, возникает вопрос. Или в этом году заложено много, или в следующем году заложено мало. То есть, вопрос, соответствуют ли в 2019 и 2020 году эти планы фактическим обязательствам. И второй, может быть, в догонку, будут ли вот этими запланированными расходами на 2019 год закрыта задолженность. Была проблема такая, задолженность муниципалитета, будет ли она закрыта в полном объеме. У вас по 2020 году? Нет, ну, по 2019 году теми 2 миллионами 600 тысячами рублей, которые предусматриваются этими изменениями в бюджет на взносы на капремонт на муниципальный жилищный фонд, эти взносы будут в полном объеме закрыты? Вся задолженность, которая была раньше. А я о 2019 году говорю, Григорий Михайлович. ...которые были озвучены Светлана Надеевна. Мы об этом сейчас говорим. А еще это об исполнении будет по итогам года, опять же. Я повторяю, что мы сейчас будем гадать, что будет исполнено, что не будет, будет ли дефицит, будет ли профицит. Давайте мы уже по... Коллеги, уважаемые, я не спрашиваю про дефицит, профицит, вопрос конкретно по взносам на капремонт. Игорь Михайлович... По взносам на капремонт, отвечаю. По факту исполнения будет доведена информация, когда будет отчет об исполнении бюджета за 2019 год. Но предусмотрено 2 миллионов 600 тысяч рублей достаточно для того, чтобы исполнить обязанность муниципалитета. Почему 2020 год? Это 2019 год. Нет, уважаемые депутаты, смотрите, изменение в бюджет, это не только пояснительная записка. Я не знал, может быть, никто это не считал, но там еще куча приложений, и там идет раскладка по каждой статье затрат. И это там есть, и я об этом спрашиваю. Хорошо, спасибо вам за вопрос. Мы вас услышали. Уважаемые депутаты, есть еще по существу в повестке вопроса докладчику и тема для обсуждения? Так ответа что, не будет на вопрос заданного? Теперь мы выносим вопрос на голосование старой новой. Вопросов нет или кто? Ответ будет получен на заданный вопрос? Это кто говорит? Это я говорю. Я, Новикова Иван Владимирович, меня зовут. Я спрашиваю, будет ответ на вопрос, который задал человек? Не кричите. Я не кричу. Так, Иван Владимирович, вы себя корректно. Я корректно себя веду. Все корректно. Еще раз говорю, я себя веду корректно. Иначе мы вас удалим из дала. Пугать вы будете дома жену, ищи ее учить варенье. Понятно? Я никого не пугаю. А я еще раз вам говорю, я себя веду корректно. Я себя веду корректно. Руководствуйтесь, чем хотите. Я спрашиваю ответ на вопрос, заданный человеком. Будет получен или нет? Или вас не интересует это? Вопрос о сути повестки не касается. Вопрос касается прямо сути повестки. Изменений на 19-й год. Он пояснил дважды, что касается 19-го года. Я вам делаю первое предупреждение, Иван Владимирович. Да хоть 21-е. Дома жене будете делать свои предупреждения. Я вам уже сказал. Я корректно. Иван Владимирович, еще пару выкликев. Я ставлю вопрос на голосование об удалении вас зал заседания. Ставьте вопрос. Уважаемый господин. Ставлю вопрос на удаление зал заседания новых ароманов Владимирович. В соответствии с положением. Вы-то не извлекайся. О проведении депутатских комиссий. Кто? За. Кто просит? Мы сдержались. А я, я не голосовал. Голосовал. Иван Владимирович. Иван Владимирович. Покиньте зал заседания. Я отказываюсь покидать зал заседания. Вы никто, чтобы давать мне указания. Никто. Местный условий. Вы не храмите только. Я сам разберусь. Вы же пришли на заседание. Безусловно. Я вам напоминаю, что это вы здесь для людей. Вы для меня. Не для других людей. А не я для вас. Поэтому вы себя ведите корректно. Еще раз говорю. Все. Я сказал. Этот человек не будет делать мне замечания. Вот и все. С кем? С вами? Да. Я не хочу с вами общаться. Давайте здесь общаться при всех. Так, ну что, решение принято. А что вы хотите, я не понимаю? Зачем вы хотите выйти со мной с пол? Ну, вот и все. Я не говорю. Предложения тут выстренные, давай. Да. Это что такое, я не понимаю? Вы что, мне угрожать хотите или что? Зачем вам угрожать? Закончится комиссия. Я с вами и с кем угодно пообщаюсь. И сейчас продолжаю свою деятельность. Ну, это вы можете. Значит, большинство депутатов проголосовало за удаление. Есть зал заседания. Поэтому прошу, Иван Владимирович, покиньте зал заседания. В вашей просьбе я вам отказываю. Вы же просите. Я отказываю вам в вашей просьбе. Ну что, Владимир, я не знаю. Прерывайте, прерывайте. Это заседание. Сидем пока поднимес. Да, сорвали заседание. Сорвали заседание. Сорвали заседание. Слишком много года. Работать не хотите. Вам слово не товарищ. Ну так вы же прерывали заседание. Так вы проголосуете и его удалить. Вы же прерывали заседание. Вы же не повозят. Возвращаемся к 15-й полосу. Вот это ребята избиратели. Не избиратели. Возвращаемся к 15-й полосу. Иван Вадимович, покидать зал заседание. Предлагаю тогда, в соответствии с положением определения депутатской комиссии, вынести вопрос на голосование о решении права выступления Ивана Владимировича до конца заседания. Ставлю вопрос на голосование. За. Проходим. Воздержались. Переходим к рассмотрению нашего вопроса. Откратение. Переходимcre, кто-чет, пyt. Редактор cupа не общается. Переходим на Odолон? Продолжение следует...